Просим выступить председателя общественного совета при Росреестре Александра Александровича Канщина. Добрый день, Лидия Юрьевна. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Прежде всего, я хотел бы, конечно, выразить поддержку основным положением доклада и предложить дополнить его такой важной темой, как формирование кадастровой стоимости и рост налоговой нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса и в Москве, и в целом по регионам России. Среди всего широкого спектра проблем, которыми занимается общественный совет при Росреестре, кадастровая стоимость и налог на имущество – это одна из не просто актуальных тем, это тема горящая, поскольку мы более 10 лет уже говорим о данной проблематике и буквально недавно, в октябре этого года, мы проводили по просьбе руководителей города Владимира, Владимирской области, мы как раз проводили анализ состояния дел в этом регионе и на примере других регионов. В частности, могу сказать, что налоговая ставка на имущество вырастет на 2022 году с 1% на 0,5%, то есть будет составить рост в 5 раз, в 2023 год это в 10 раз, и все это в условиях, по большому счету, речь идет не только о Владимире, и о Москве, о Московской области, и фактически о большинстве регионов, когда в целом наша экономическая система и тем более малый и средний бизнес поставлены, по сути, в режим выживания. Поэтому здесь мы провели совместно с нашими экспертами и торгово-промышленной палатой, и общественного совета, с нами присутствовала одна из ведущих экспертов по кадастровой стоимости, омбудсмен по защите интересов бизнеса Карпова Марина Ивановна. Мы детально разобрались с состоянием этих дел, безусловно, здесь эту проблему нужно решать конструктивно. В этой связи возникает ряд вопросов. Тот законопроект о утверждении перечной экспертиз, в том числе установления землеустройства, установления кадастровой стоимости, который был внесен в октябре этого года, несмотря на экспертную оценку свыше 100 экспертов, высказались негативно об этом проекте. В ноябре, по сути, мы получаем уже законопроект, уже не просто законопроект, а распоряжение. То есть, как нам казалось, что нас поддерживают общественное мнение, по крайней мере, в этой сфере, но оказалось, что пока показалось. Поэтому, конечно, этой теме нужно уделить особое внимание. Собственно, те же проблемы мы фиксируем и по Москве. Рост кадастровой стоимости составляет от 15 до 30%. Здесь возникает очень простой вопрос, на которого, конечно, нет ответа. А какие, собственно, экономические фундаменталсы, или по-русски, нашим красивым языком говоря, какие есть экономические обоснования для роста кадастровой стоимости. В 2018 году, я напомню, что президент Российской Федерации сказал, что, уважаемые эксперты, уважаемые участники, игроки рынка, кадастровая стоимость должна четко соответствовать рыночной стоимости. Но мы видим, этого не происходит. Поэтому я хочу обратиться, во-первых, от имени экспертов, от имени бизнес-сообщества, Ассоциации инвесторов России и Москвы, рассмотреть данный вопрос именно на площадке Общественной палаты с привлечением ведущих экспертов, представителей министерств, ведомств. И надо, к чести сказать, что сегодняшним руководством Росреестра налажена оперативная, очень быстрая коммуникация, и в большинстве вопросов руководство нас поддерживает. И лично Олег Александрович Куфинский. Это первая просьба у меня будет к руководству Общественной палаты, принять нас, тем более готов целый пакет, конструктивный, спокойный пакет, который нужно рассмотреть и просто часть какую-то принять к этому. И спустя 10 лет нам, может быть, что-то удастся здесь как-то изменить к лучшему. Второе, я хотел бы обратиться к коллегам, значит, в преддверии Нового года. Понятно, что и руководство ведомства понимает, проблем огромный эшелон и маленький вагон. И нам много сегодня приходится рассматривать. С начала 2022 года на сайте Росреестра и Общественного совета будет действовать электронная и физическая общественная приемная, где мы будем рассматривать самые острые, в том числе, проблемы. Милости просим. Я благодарю вас за внимание. И, конечно же, всех с Новым годом. И в Новом году начать без масок, наконец-то. Спасибо. Ну, можно остаться после и переговорить по вашим предложениям. Я думаю, мы поддержим. Спасибо огромное.